Доброе утро! Сегодня национальный день пунктуации. Мы говорим о тех ошибках, которые вас раздражают. Пишите свои смс, голосуйте. Но на самом деле помните, что русскому языку нужно учить не только школьников и студентов. Волонтеры для крупных международных состязаний тоже должны знать и русский язык, и желательно иностранный, причем в совершенстве, чтобы иметь возможность объясниться с гостями международных крупных событий. О том, как идет подготовка волонтеров, которые будут работать на Олимпиаде в Сочи, мы сегодня поговорим с Александром Антимоновым. Он руководитель некоммерческой организации «Волонтеры Урала». Доброе утро, Александр! Доброе утро! Доброе утро! Что, полгода до Олимпиады? Готовы ли волонтеры, замаринованные, засоленные баночки закатом? Наши волонтеры всегда готовы, как пионеры. Правда? А какое количество готовых волонтеров сейчас готовы рвануть в Сочи? Ну, из нашего региона порядка 350 человек поедут на Олимпийские игры. Это мало? Много? Сколько это в процентном соотношении? Вот там, среди тех, кто... Нет, они из городов, наверное, да, собираются? Да, они из городов. В общей сложности будет очень много. А, в общей сложности 25 тысяч человек будет. Ну, 350, какая-то капелька в море. Ну, в принципе, довольно серьезная такая, скажем, группировка собирается наших ребят. Группировка. Вы планируете расширять это количество? Там, до 500? Ну, в принципе, на будущие проекты, в том числе на Чемпионат мира, конечно, там порядка 5000 волонтеров у нас будет. Хорошо, давайте про волонтеров. Мне интересно, потому что я не знаю, чему учат волонтеров. Вообще школа какая-то существует? Ну, у нас есть, да, специальная образовательная программа для ребят. Учим мы их пяти основным компетенциям волонтеров. Это коммуникабельность, проактивность, командность, стрессоустойчивость, организованность. Проактивность? Да, проактивность. Маленькие – это моды? Нет, это умение, сказать, проявить инициативу в ситуации, то есть в любой ситуации самому первому предложить помощь, допустим, какую-то. Либо, ну, так сказать, прийти на подмогу, ну, помочь в чем-то. А я, кстати, вот спросила, маленькие, почему-то такое ощущение, что это юные какие-то люди должны быть, ну, не знаю, школьники, студенты. Как вот с возрастом у волонтеров у наших? Ну, действительно, у нас в России, в принципе, такая тенденция, что это молодежное явление, что больше молодых людей все-таки вовлечены в волонтерскую деятельность. Ну, допустим, сейчас, вот как раз таки, когда начинается проведение клубных мировых событий у нас в России, все-таки вовлекаются разные категории людей. Допустим, у нас на универсиаду ездил преподаватель университета, ему, так сказать, уже за 50. Вот. И, в принципе, мы сейчас пытаемся вовлечь разные категории, разные слои населения в эту деятельность. У меня про языки вопрос. Вот, там, есть наверняка какой-то там набор качеств, которые должны быть у волонтера. Языки наверняка в приоритете. Конечно, конечно. Самое главное, самый главный приоритет для ребят – это знание английского языка, в первую очередь. Ну, если они знают какой-то второй, допустим, язык, это тоже... То есть, английский и какой-то? Ну, английский, а если еще какой-то, то суперздорово. А что с ними происходит? Вот человек знает английский и хинди, например. Его куда забросит? Будут ли его носить на руках? Будет ли он в почете в большем, чем все остальные? Его, он, скорее всего, станет аташе, то есть, будет сопровождать делегацию носителей этого языка. А, ну вот это здорово. И работать с ними, помогать им адаптироваться у нас в стране. А стать волонтером как раз вот на Олимпиаде в Сочи, которая будет через несколько месяцев, еще можно? Нет, уже заявка 1 марта завершилась. Можно стать волонтером эстафеты Олимпийского огня, который буквально в ближайшем времени пройдет у нас, в том числе в нашем регионе, в городе, будет на сайте, на нашем зарегистрироваться с 1 октября. Мы запускаем официальную регистрацию на сайте волонтера. А вот эти волонтеры, подождите, а эти волонтеры, они что будут конкретно делать? Они будут сопровождать огонь? Они будут держать вокруг огня такую специальную стеклянную стену, чтобы не задуло. И бежать вместе с бегуном. Ну, на самом деле, не совсем так. Много функций у волонтеров на эстафете огня. В первую очередь, это действительно обозначение маршрута, то есть, они будут стоять через каждые 200 метров. И кричать бегуну. Давай, ты еще можешь! Действительно, эмоциональная поддержка фекиононосца, она тоже важна. Ну и, конечно же, в принципе, волонтеры будут обеспечивать жизнедеятельность команды эстафеты, которая к нам приедет сюда из оргкомитета. То есть, много различных функций. Здорово. Наши волонтеры, наши родные, отечественные, в наших пенатах выращенные. Отличаются от волонтеров, которые из-за буграх нам привозят в машины. Ну, вот мы были в Казани на универсиаде, на самом деле, это такие же абсолютно люди, такие же улыбающиеся, молодые, радостные, но отличаются, знаете, чем масштабами. Вот у нас в стране как-то вот все масштабно любят. Если волонтеров, то 350. Если вот на универсиаде было 20 тысяч волонтеров в Казани, а в Гранаде на универсиаде будет всего 2 тысячи волонтеров, потому что в Европе кризис, но нет у них. Волонтеров-то. Нет волонтеров-то. Ресурсов, да, для того, чтобы волонтеров обучать. Давайте про требования к претендентам. Какие они существуют? Кто может стать волонтером и какие навыки должны быть? Знаете, самое главное требование – это огромное желание помогать, помочь, просто и как бы проявить себя, стать сопричастным к крупному какому-то событию. И, как говорит наш министр спорта региональный, улыбаться. Самое главное – улыбаться, потому что волонтер – это лицо любого мероприятия. А там физическая форма какая-то? Ну, конечно. Есть какие-то предпочтения? Блондины, брюнеты, не знаю, ростом от метра восьмидесяти? Так мы, конечно, не делим никого. Физическая форма. Есть такая, так сказать, функционал спортивные волонтеры, то есть те, кто непосредственно работают на спортивном объекте со спортсменами, там, конечно, иногда нужна определенная физическая форма, подготовка, в том числе специализированная. Да, там грамотность, не знаю, внешность, что там еще было? Какие еще бывают эти характеристики? Саша, тебя уже не возьмут. Староват ты. Возьмут, возьмут. Возьмут? Самое то. Ну, в общем, всем желающим претендовать на звание волонтера и, например, попробовать поучаствовать в эстафете Олимпийского огня, можно 1 числа зайти на сайт, запомнить заявку с 1 октября и принять участие. Напоминаю, что у нас в гостях был руководитель Центра подготовки волонтеров Александр Антимонов. Мы вернемся в эту студию сразу после рекламы и после «Спасибо, Александр!» Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...